Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами рассмотрим один из красивейших дебютов в русских шашках, так называемый Косяк Саргина. Данный дебют был впервые проанализирован одним из сильнейших шашистов конца 19-го, начала 20-го века Давыдом Ивановичем Саргиным. Кроме того, Давыд Иванович занимался теорией дамочного эншпиля в русских шашках и являлся автором книги «Древность игры в шашки и шахматы», изданной в Москве в 1915 году. Впервые данный вариант был опубликован как партия между шашистом Саргиным и капитаном Немо. Ну и естественно, с капитаном Немо шашист Саргин играть не мог, то есть это был своего рода розыгрыш, шутка для привлечения внимания к этой древней народной игре. Данный вариант отличается красотой, сочетает в себе стратегический план и создание неотразимых тактических угроз, которые в конце концов приводят партию к симпатичной комбинации. Ну давайте рассмотрим данный вариант. Белые играют СБ4, черные ФЖ5, ЖФ4, БЦ5, БЦ3, ЖФ6. Данное своеобразное сочетание белых и черных шашек напоминает дверной косяк, поэтому шашисты 19 века назвали данный дебют «косяк». Ну и в честь того, что Давыд Иванович Саргин как раз впервые проанализировал данный дебют, один из вариантов вот этого дебюта был назван в его честь, то есть косяк Саргина. Белые нападают СД4, черные играют ЖФ4, побили, побили на С5. Белые играют ДЦ3 и черные нападают ФЕ5. Белые играют СД2 и размениваются. И, друзья, в этой позиции у черных есть единственный ход ЕФ6. Все остальные ходы проигрывают. Вроде бы кажется, что внешне нормальный ход АЖ7, так можно играть, но на самом деле он проигрывает и проигрывает очень красиво. Давайте посмотрим, что делают белые. Белые играют АБ2. То есть обратите внимание, в этой позиции у черных остался единственный ход ЕФ6. Остальные ходы все быстро проигрывают. Но БА7 невозможен из-за простого ФЕ5. И белые попадут в дамки СБ6 и ЖФ6 невозможны из-за ФЖ3. То есть белые отдали две шашки, побили три. Шашка лишняя, белые должны легко победить. А после ЖФ6 белые попадают на преддамочное поле и грозят пройти в дамки. Ну и естественно, после БА7 в дамки сразу же нельзя идти, потому что черные выиграют белых вот таким небольшим ударчиком. Но в этой позиции у белых есть ход ФЕ5. Ну и белые все равно попадают в дамки и легко выиграют. Поэтому ход ЖФ6 здесь невозможен. Остался единственный нерассмотренный ход ЕФ6. Тогда белые разменеваются и играют ДЕ3. Ну опять, ЖФ6 и СБ6 невозможны из-за ФЖ3 простого. Ход ФЕ5 невозможен из-за ЕД4. Ход ФЖ5 из-за ЕФ4. И белые попадают в дамки. Ход БА7 невозможен из-за хода ЕФ4. Белые грозят подорвать пункт Д6. Поэтому черным приходится нападать. Белые меняются. Ну и после хода ЖФ6 все равно белые подрывают пункт Д6. Черные не в силах противостоять белым. Ну и белые легко побеждают. То есть в этой позиции у черных остается единственный ход. ФЕ7. Тогда белые играют ЕФ4. Ну и опять грозят подорвать пункт Е5. Поэтому черным приходится нападать. ФЕ5. Ну и вроде бы кажется, что ничего страшного. После размена такого черные играют ЕФ6. Сами грозят выиграть шашку белых Ф4. А после ФЖ5. До такого двойного размена черные даже владеют преимуществом. То есть кажется, что черные перехватывают инициативу в этой позиции. Но на самом деле это не так. После ФЕ5 белым не надо играть ЖХ2. Белые жертвуют шашку временно. И нападают неожиданно ходом СД4. Что хотят белые? Белые хотят побить 4 шашки черных. Поэтому приходится закрываться черным. После этого белые все-таки подрывают пункт Д6. И проводят свой финальный удар. Шашка превращается в дамку. И затем уже продолжает бой как дамка. И белые легко выигрывают. Иногда встречается вот такой вариант косяка с ордена. Допустим, ЖФ4, ФЖ5. СБ4, ЖФ6. БЦ3, БЦ5. Напали. ЖХ4, ДЦ3. Иногда в этой позиции черные играют АЖ7. Этот ход уже здесь сразу же проигрывает. То есть, после ФЕ5 и СД2. Вот этот вариант мы рассмотрели. Еще была ничья после хода ЕФ6. И уже белым приходится вот так размениваться. Ну и это ничейный вариант. А вот в этой позиции, то есть, если черные не нападают ФЕ5, а играют АЖ7, то выигрывают ход за белых АБ2. То есть, обратите внимание, СБ6 опять невозможен из-за простого ФЖ3. И белые выигрывают шашку. А если черные играют ФЕ5, то мы сводим вариант к тому, который уже мы видели. То есть, эту позицию мы видели. Если же черные в этой позиции играют ФЖ5, то тогда белые играют ЕД2 именно. Не СД2, а ЕД2. Ну и ход ЖФ6 опять невозможен. Потому что белые пройдут на преддамочное поле и выиграют эту позицию. А после ЕФ6 белые уже организуют самозажим. Ну и не дают хода ФЕ5 из-за банального ЕД4. И белые попадут в дамки. Ну а при других ходах белые легко побеждают. То есть, ход ФЕ7 невозможен из-за ФЕ5. Ну и как бы черные не били, белые все равно попадут в дамки. То есть, такой ход невозможен. Если черные играют ДЕ7, белые просто нападают. И после вынужденного ЦБ6 еще раз нападают. Черные закрываются. Ну и после хода БЦ3 черным просто некуда ходить. Друзья, данная партия имеет учебно-тренировочный характер. То есть, белые форсированно побеждают черных путем создания неотразимых тактических угроз. Ну и в конце концов проводят комбинацию. Если вам понравилось данное видео, то пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.